В связи с изменением законодательства на органы местного самоуправления переданы функции, которые позволяют сотрудникам Департамента транспорта выполнять, осуществлять штрафные санкции. И для этого мы на базе Департамента создали отдельную службу, набрали инспекторов, которые смогут выполнять. Первое – это привлечение к административной ответственности водителей, которые нарушают правила дорожного движения в части стоянки и остановки транспортного средства. Кроме того, у нас есть функции по штрафам в случае неоплаты водителям транспортного средства парковки. И третья функция – в случае, если автомобиль существенно препятствует организации дорожного движения, либо автомобиль находится на месте, которое предотвращено для стоянки лиц с дополнительными физическими потребностями, соответственно, у нас еще есть функция эвакуации. Мы сегодня в рамках рабочей группы заседания презентуем первый этап. Мы набрали первых инспекторов, мы провели серьезную работу вместе с органами национальной полиции, мы получили доступ к системе на ИС, позволяющей определять собственные транспортные средства. Почему сегодня мы говорим только про трех инспекторов? Потому что сегодня фактически то время, которое было отведено для организации, у нас ушло на настройку системы, потому что многие вопросы, и это касается проблематики в других городах, они требовали доработки. Поэтому сегодня мы начинаем работу, на этой неделе мы ведем такую разъяснительную работу, мы будем информировать жителей города о том, что в случае нарушения правил дорожного движения, либо остановки транспортного средства под запрещающим знаком, будут примены меры административного воздействия. И через неделю наши инспекторы будут начинать работу по составлению административных постанов. Вторым этапом является у нас дополнительный набор инспекторов. Мы уже объявили конкурс на еще шесть инспекторов. Мы понимаем, что для города ни три, ни шесть, ни девять инспекторов это недостаточно, но поэтому мы планируем на следующий год набрать от 30 до 50 инспекторов. Почему мы не набрали раньше, я уже объяснял, потому что не было смысла просто платить людям заработную плату, при том, что у них не было бы ни полномочий, ни техники, ничего. В рамках сегодняшнего совещания мы также будем представлять основные мероприятия. Считаем, что эвакуация должна быть вторым этапом, это должны быть параллельные процессы. И кроме того, параллельно мы сегодня и в будущем будем реализовывать программу по организации паркования. Сегодня не секрет, что любой человек может видеть на улицах города людей в оранжевых жилетках. И мы считаем, что с началом работы инспекторов мы сможем поменять систему, когда житель города сможет цивилизованно оплатить паркование в паркомате, в случае, если он не захочет оплачивать. Соответственно, у нас уже появляется возможность административного воздействия, в случае, если человек не захотел, имея возможность оплатить парковку. Это большая работа. Я говорил, что такого рода проект является для города крайне необходимым, потому что одна из задач, которую мы сегодня видим по работе инспекторов, это прежде всего работа по уличному трафику, которая часто очень мешает работе, в том числе общественного транспорта. Поэтому городу это нужно, и мы будем делать все, чтобы у нас все вместе получилось. Продолжение следует...